Девушки отдыхают Первый герой Валентин Барышев, председатель секции кавалеров ордена Александра Невского, почетный гражданин Курска. Неутомимый активист, мечтатель и автор книг, в которых рассказана правда о Великой Отечественной войне. Слушая воспоминания Валентина Степановича о сослуживцах, не покидает чувства, словно они и сейчас среди нас. Вместе с остальными выпускник пристенской школы Валентин Барышев вступил в добровольческий отряд. Потом военное пехотное училище в Омске, переброска в Красноярск. С немецкими захватчиками Валентин Степанович сражался на передовой сначала в должности командира стрелкового взвода, потом командира роты и батальона. Прошел Калининскую область, сейчас это Тверская, Беларусь. Победную весну встретил в Прибалтике. В июле 1945 года построил батальон, попрощался с каждым воином, поблагодарил его за верную службу Отечеству. Валентин Барышев был трижды ранен. Самое тяжелое ранение пришлось в живот. От гибели спасла сибирячка медсестра. И недавно в почтовом ящике письмо из Красноярска. Спустя 70 лет она нашла солдата, которого перевязывала в лесной землянке в январе 1945-го. Мы вот с ней переписываемся. Ее фамилия Радкевич Галина Ивановна. Вот и такое бывает в жизни, что через 70 лет нашли друг друга. После войны Валентин Степанович мечтал об одном. Когда-нибудь вернуться в Бельский район Тверской области. На то место, где принял первый бой. Ноябрь 1942-го и определил всю его последующую жизнь. До пенсии ветеран проработал начальником Ленинского военкомата Курска. Несмотря на почтенный возраст, 91 год, день Валентина Барышева расписан по минутам. Вместе с сыном пишет книги и рассказывает школьникам правду о войне. Отец всю жизнь жил именно правдой. Не лукавя, не отворачиваясь. Он делал свое дело профессионально, отдаваясь полностью этому. И будем надеяться, что и здоровье еще долгое время позволит ему быть таким же энергичным, таким же мечтателем, как он и есть на самом деле. В конце 90-х Валентин Барышев был инициатором создания секции курян-кавалеров Ордена Александра Невского. Чуть позже предложил назвать одну из центральных улиц областного центра именем полководца. Сегодня его носят и две курские школы. А в 2000 году в Первомайском парке был установлен памятник. В 2012-м в Шуклинке после восстановления открылся храм святого Александра Невского. Валентин Барышев организовал сбор средств и помог найти меценатов, чтобы поднять храм из руин.